всем привет зовут меня юрий здрасте вот друзья приехали автомобиль карина toyota карина 98 года выпуска значит болячка дизельная дизельная сразу говоришь болячка у него какого не заводится человек поменял ремень грм вот поменял ремень и пытается крутить топливную аппаратуру немножко подкрутит она у него раз заведется в том заглохнет но сюда он вроде как завелся к сам грит в шоке завелся и доехал первым делом что я решил сделать это провести диагностику электронную как бы в этом автомобиле сразу скажу в дизельных автомобилях в аппаратуре я разбираюсь не очень но есть небольшой нюанс есть электронная система управления двигателем вот электронную систему как бы это моя специализация провести диагностику и вот я решил провести диагностику двигателя здесь вот машина праворукая что-то с фонариком машина праворукая 98 года как я уже говорил нужно провести электронную диагностику вдруг что-то выявится вот под рулем с правой стороны со стороны водителя под панелью приборов даже можно сказать в торпеда или как правильно выразиться не знаю находится диагностический разъем обиде 2 в этом в этом разъеме обиде 2 существует 8 пинов вот чтобы провести самодиагностику двигателя нужно закон тачить 4 сверху пин и 5 снизу тоже слева 1 2 3 4 5 вот значит вот этот пин и чуть-чуть вот наискосок 4 вот он мой супер диагностический прибор тойота дает такую возможность при помощи обыкновенной проволочки или куска провода соединить эти сейчас я выключу соединю и потом включу опять вот я соединил обыкновенным куском провода маленьким соединил четвертый пин сверху слева и 5 пин слева снизу фирма toyota для легкости обслуживания автомобиля в гаражных условиях закладывает в программу проверки кодов неисправности то есть вот я как обыватель как человек чтобы не гнать мне свою машину в сервис не пользоваться дорогостоящими сам сканерами которые берут за диагностику фиг знает поскольку по полторы по две тысячи закладывают вот такую функцию поворачиваем ключ зажигания и у нас на панели приборов вот сейчас вот здесь вот обратите внимание загорятся несколько лампочек одна из них будет абс диагностировать вторая будет диагностировать двигатель то есть датчики которые управляют двигателем если в них есть какие-то обрывы или некорректная работа она сюда при помощи моргане выведет нам коды неисправности эти коды неисправности потом расшифровывается там через интернет или через книгу и машину не надо гнать хотя бы примерно знать что в машине сломано вот смотрите поворачиваем ключ зажигания просто поворачиваем чтобы панель приборов загорелась но при этом двигатель не заводился первое положение ключа сейчас у нас положение офф поворачиваем положение он но не положение старт включаем и смотрим за лампочку все потухло вот смотрите пошла диагностика один раз еще раз значит две лампочки обращаем внимание только на лампочку чек-эндж один один два три четыре четырнадцатый код один один два три четыре пять шесть семь восемь восемнадцатый код один два три один два тридцать второй код ну и сейчас все пойдет по кругу так как я ее уже продиагностил перед этим как снимать видео перед этим как видео снимать поэтому здесь три кода по второму кругу идет опять один небольшой пропуск четыре вспышки потом пропуск побольше один небольшой пропуск восемь вспышек это восемнадцатый код потом пропуск опять побольше две вспышки небольшой пропуск и три вспышки это два это не три вспышки а потом две вспышки это тридцать второй код всего здесь записано три кода один один два три четыре шесть семь восемь не сначала начали давайте еще раз на без не обращая внимание смотрим только на лапочку чек эндж то есть проверить двигатель 1 1 2 3 4 побольше пропуск 1 небольшой 1 2 3 4 5 6 7 8 побольше пропуск 1 2 3 небольшой пропуск 1 2 32 код то есть в этом автомобиле 3 датчика работают некорректно или неисправно сейчас пойдем посмотрим что же это за такие неисправности 14 18 32 коды включили интернет нашли вели вот такую запись дизельная 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 тойота коды неисправности 14 18 32 нажали найти и мне вот высветились коды беру первую ссылку коды неисправности электронных систем тойота это в друме форум друм переходим к форуму и смотрим 14 клапан регулировки угла опережения зажигания впрыска это 14 код 18 электромагнитный перепускной клапан и 32 код корректирующие резисторы вот из этих трех что-то влияет на то чтобы машина не заводилась или заводилась очень плохо при этом горит чек ну будем искать сбросив коды неисправности путем отворачивания клеммы минусовой минусовую клемму отвернули коды неисправности сбросились то есть на 0 опять завернули завели двигатель включили самодиагностику как я показывал до этого и у нас высветилась всего лишь одна ошибка электромагнитный перепускной клапан вот он он находится на насосе высокого давления тнвд вот здесь сейчас получу посвечу